Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего не стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мира князь. Враг тебе говорил, не страшно, кто узнает, что ты грешил? И душа соглашалась, отважно ко греху ты опять спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках, но порою шептал тебе кто-то, то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муки и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом заливались щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего-то их берегла. Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство! Как стыдилась твоя душа! От грехов никуда не деться. Невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит. А тебе нужно лишь одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своею кровью От грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный Ко кресту был гвоздями прибит. Он висел ко кресту пригвожденный, Чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, Это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех! Каплей крови кричит он каждой Там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне На кресте, подними свой взор, Тот, который посередине На себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, В этот лик прекрасный смотрись. От грехов Он спасти тебя хочет, Только ты у креста склонись. Аминь.